Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у Людмилы Барановой. Это Нижегородская область. У нас середина мая, достаточно прохладно. Такие красивые кусты, пышные роз стоят. Людмила занимается в основном розами, флоксами, но огромное количество и других еще растений. Здесь чудесный сад, но просто великолепное цветение. Зеленого цвета нет, все какие-то переходы малиново-розовый, белый, там какие угодно. И всего это на 4,5 сотках. Это пример того, как можно организовать пространство, чтобы уместить такое огромное количество растений. Но сейчас у нас будет разговор именно о розах. Как Людмила добивается, во-первых, такого пышного цветения, а во-вторых, такого замечательного здоровья роз. Она сама говорит, что не знает, что такое инфекционный ожог роз, хотя многие в этом году жалуются. Кусты действительно красивые. И вот весь секрет Людмила к середине мая уже трижды подкормила свои розы. И вот сейчас она про подкормочки нам все подробно и расскажет. С какого же момента начинаются вот эти подкормки у вас? То есть после открытия роз я, например, жду какое-то время, там дней 10, пока еще земля влажная после весны. Но так как у нас эта весна очень такая теплая, жаркая, вот, я начала розы уже поливать очень рано. И начала поливать я и скважины, потому что у нас нет еще воды там своей централизованной в саду. Вот, и то есть розы нисколько не испугались холодной воды. То есть этим поливом я создала дополнительную влажность. Кусты прям, они очень... Активизировались, да? Они обрадовались, да, этому поливу. И я произвела два полива очень хороших. То есть я буквально, наверное, часов 7 я поливала весь свой сад. Потому что все было уже сухо, вроде бы земля еще влажная, казалось, да. Но она была вот, ну, мне кажется, чуть-чуть влажная уже. То есть вот для подкормки такой влажности не хватает. И, то есть, пролив все розы, я уже делала первую подкормку. Это была азотная подкормка? Да. Я использовала фертику розовую, которая быстро растворимая. Использовала гуманфасту. Фертика весна называется или там просто... Нет, нет, это просто называется фертика люкс, по-моему, называется. Раньше была кемира люкс, если кто, может, фертику не знает. А гуманфаста это вот это? Это, да, гумия. И вот такая смесь получилась, баковая смесь, будем говорить, да? Да, баковая смесь. Я, да, хорошо ее перемешала и пролила все свои розы. 200-литровая бочка обычная из-под воды, да? Сколько туда всего этого идет? Да. То есть я на 200-литровую бочку кладу 15 столовых ложек фертики розовый люкс, который быстро растворимый, 15 ложек столовых гумата, пасты, которую я предварительно развожу в 200 мл воды, и 4 ампулы циркона. То есть все перемешиваю и проливаю. После хорошего полива обязательно проливаю розы. А вот это вот какое-то время настаивается или просто хорошенько размешали и все? Нет, нет. Ну просто, да. Ну там пока что-то какие-то другие дела тебя отвлекут, минут 10-15. А так нет, сразу проливаю. Спасибо. Эффект, конечно, был. Почки пошли в рост. Но вот что-то такого мне казалось мало. То есть я прождала еще 10 дней, обычно я 2 недели жду. Это нет, я не вытерпела 10 дней. Я опять делала хороший полив розы. Вот. И потом я сделала вторую подкормку. То есть предварительно я настояла крапиву в бочке. Я заполнила бочку крапивой, но полностью заполнила, но не уплотняла. И налила воды туда. То есть полностью залила водой, накрыла крышкой. И эта бочка у вас в теплице, вы говорили, да? Да, бочка у меня в теплице. А так как там было очень тепло, даже жарко, то есть настой приготовился в течение 6 дней. То есть как появился вот этот неприятный запах, я сразу поняла, что настой готов. И я брала один ковшик, у меня он 1 литр, размером 1 литр. И я разбавляла в 10 литрах воды и тоже проливала все кусты под корень. Дорогие друзья, вот 160 кустов нужно подкормить лейкой. Это памятник надо поставить вот этому трудолюбию. Это как бы все произошло, то есть все очень быстро, это весело. Да, я в принципе мечтала о том, что розы очень оживут. И в принципе, вот знаете, вот это вот все, что сейчас вы видите, да, это все вот произошло из-за крапивного настоя. Тут уже бутоны на некоторых розах огромные. Да, там некоторые розы, у меня моритим, у меня прям бутоны, это уже немножко стали завязываться. Но дело в том, что, понимаете, после вот этого замечательного роста на розах пошел пустоцвет. То есть такое бывает, мне все-таки кажется, это из-за вот этой сухой погоды. Пустоцвет – это слепые побеги, когда нет вот продолжения этого победа. Да, когда он заканчивается листиком. То есть нет, там закладки бутончиков нет. И бутончиков нет, и новых листиков самое главное нет. Да, то есть вот как бы вот заканчивается рост, то есть вот она серединка, она… А мы покажем сейчас, найдем такой побег где-нибудь и покажем. Вот, я все это обрезала, то есть прищепнула я чуть пониже. И уже через 10 дней я делала третью подкормку. Это вот был у меня новолон фолиар с большим содержанием фосфора. В принципе, вот знаете, здесь написано было, да, что он, во-первых, разветвляет хорошо корневую систему, то есть фосфор, оказывается, способствует разветвлению корневой системы. А когда у нас корневая система разветвляется, то есть, естественно, у розы… Питание идет хорошее. Хороший рост, и она закладывает бутоны. То есть корневая система развивается хорошо, ну, естественно, и когда вы делаете полив. То есть никогда не забывайте про полив. Потому что у меня вот были такие вопросы, чем розу подкормить, чем ее стимулировать. Не надо ни кормить, ни стимулировать. Особенно молодые розочки вновь посажены. Только вода. И обязательно вот молодые розочки я мульчирую вокруг. Чтобы корешки не перегревались. Да, если при посадке я, например, бутылку не использую, я окучку использую. То есть я вокруг окучки делаю вот это вот мульчирование. То есть и вот под этой мульчей роза чувствует себя просто замечательно. Особенно молоденькая. И, в принципе, сделав уже третью подкормку вот этим фосфорным удобрением, бутоны стали, вы знаете, появляться. И плюс еще к тому вот у меня с сорт Моритим, он прям стал эти бутоны наращивать. То есть они крупнее стали. Буквально на следующий день. То есть вот, ну, я не знаю, чудо-чудное. Плюс вот как бы хороший полив и такая погода у нас. Вот такая весна, да. Такое ощущение, что вот уже июнь, месяц. Потому что у меня раньше такого не было. То есть... Понятно. Такая забота. Розы очень отзывчивые. Вот еще. Я держу это тоже, что вы использовали, но мы про это не проговорили. Что это? Да. И то есть вот, смотрите, там, дорогие друзья, я между подкормками, это я использую биококтейль. Биококтейль – это экобирин и здоровый сад. То есть вот эти два моих, как говорится, малыша-помощника в прошлом году просто сделали чудо на моих розах, потому что я объявила этот прошлый год, год здоровьем розы. У меня не было практически даже черной пятнистости, мучнистой росы на розах. То есть инфекционного ожога тоже у меня никогда не было. Вот. И то есть я их обрабатываю раз в неделю. Опрыскиванием. Опрыскиванием, да. Как его разводить, вы можете найти в интернете. Ну да, в инструкции все есть. Информацию можете найти. И то есть я по листве проискаю биококтейль. Тоже эффект потрясающий. Листва, понимаете, она вот, вы можете посмотреть. Здоровая, да. Шанталь Мерье, она прям вот ожила листва. Вот пиана, видите, она прям вся вот горит. Да. То есть вот это вот супер Гранд Аморе тоже замечательное. Это вот английская роза у меня. Тизин Джорджия. Вот единственное, что в этом году у меня хорошо перезимовал Транквилити. Но вот видите, голенастые побеги, почек нету. Я пока, конечно, ничего не обрезаю. Но вот после травяного настой крапивы, вот видите, она все-таки, как говорится, запушилась немножко. Так, вот эти вот все подкормочки, их можно покупать в магазине. Можно, наверное, найти какие-то заменители фосфорным удобрениям. Можно. А вот эти, но желательно, но желательно, что вот этот фосфор, если вы хотите, то есть я вот еще не сказала, я обрабатываю по листве. А, уже не под корень, по листве. Да, то есть я уже решила не таскать лейки. И это. Ну вот это тоже быстро растворимый, наверное. Да, да, это все находится в хилатной форме. И здесь даже в инструкции просто пишут, рекомендуют опрыскивать по листве. То есть я уже много рекомендаций тоже слышала от других розоводов. То есть по листве усвоение идет лучше. Но еще хочу добавить, если вы кормите по листве, дорогие друзья, тоже делайте замечательный полив розам. Потому что все-таки они сверху... Ну, циркуляция идет, да, лучше. Сверху это все впитывается, а там должно тоже быть все полито. Ну что ж, дорогие друзья, вот спасибо Людмиле. Она рассказала нам, как весной ухаживать за розами. Вы посмотрите по фотографиям, что результат действительно шикарный, потому что летом это все так цветет необыкновенно. И обильные, и крупные цветки, и очень насыщенная окраска. И то, что вот нет болезней, это действительно все вот говорит только за то, что эти подкормки очень-очень помогают. Следующие у нас будут сюжеты тоже с Людмилой. Мы поговорим еще про примулы. Мы еще поговорим про то, как Людмила укрывает свои розы, вот как она организовала все эти посадки на 4,5 сутках. Так что не уходите с нашего канала, будет очень много полезной информации.